Всем привет, друзья! У меня сегодня выдался свободный момент, и я решила провести вначале незапланированный, а теперь уже самый настоящий эфир, и посвятить его теме денег. Теме денег, потому что это не только вечная тема, и у меня уже, по-моему, на следующей неделе стартует марафон «Денежный портал», на который вы не можете, скорее всего, попасть, если вы не рерайтовите, но дело не в этом. Тема денег вечная, и вы знаете, я не знаю, как обстоят дела с деньгами у вас, у вас их много, у вас их когда-то было достаточно, стало недостаточно, вы стремитесь их больше заработать, или вы их в чем-то обвиняете, но я люблю деньги, и я всегда любила деньги, и всегда хотела деньги, несмотря на то, что они были у меня не всегда, и пережив в жизни такой интересный момент, когда деньги пришли, очень быстро ушли, потом я научила их зарабатываться, а потом я попала практически в банкротство, и снова вернулась на волну, у меня уже есть некое понимание того, как устроена вся эта денежная природа, и дело здесь не только в бизнесе, потому что деньги приходят к нам самыми разными способами, а поскольку я человек, который работает и занимается тем, что изучает взаимосвязь между нашими мыслями, энергией, и тем жизненным результатом, который мы имеем, то, что мы называем «моя реальность», и то, каким образом мы можем на него влиять с помощью своих мыслей, я могу вам про деньги рассказать много всего интересного, поэтому сегодня скорее будет такая вводная общая история про деньги, и вы точно найдете для себя много всяких полезных штук, потому что моя задача рассказать вам доступно, понятно, чтобы это зашло в голову к каждому человеку, чтобы это можно было объяснить даже ребенку, но, в общем-то, я буду стараться это делать, поэтому если сегодня те, кто присутствует в эфире, у вас будут вопросы на эту тему, you are welcome, обязательно их задавайте, мне будет проще сделать вам интереснее, сейчас, я думаю, как бы мне было проще не задохнуться в своем Порше, это будет не очень прилично. Погода меняется в Киеве, просто постоянно, то дождь, то вот буквально за 15 минут, изменилось уже 25 тысяч раз, я заехала в Макдональдс, отвезла детей на все тренировки, заехала в Мак, купила кофе, съела кусты круассан, и думаю, вот ёпсель, что делать? И решила, что сделаю самое приятное и полезное из всего, что я умею, ну, мне так кажется. Так, звук есть, спасибо. Итак, давайте с вами вообще разберемся, что такое есть эти деньги, потому что мы, конечно, как обычные люди, объясняем себе, что деньги – это то, что нам платят зарплату, кто-то дает, но государство плохое, платят нам мало, вообще в этом мире невозможно заработать, а все вокруг дорожает. Короче, если вы все это бредяте, ну, правда думаете, то вам нужно смотреть не этот эфир, вам нужно смотреть все предыдущие эфиры для того, чтобы вы сняли с себя вот этого человека-лоха, спящего создания, совершенно неосознанное, которое считает, что оно в этой жизни ничем не управляет. Если вы уже смотрели мои эфиры и уже понимаете больше суть того, о чем я рассказываю, и понимаете уже, что, в принципе, в мире есть абсолютно все, и деньги точно есть, и их точно очень много, только почему-то у одних и не есть, а у других не очень, и дело тут не только в богатых родителях или вообще в богатстве как таковом, потому что богатство имеет такое интересное свойство, сегодня есть, а в какой-то момент его нет. И вот эта история, она меня на самом деле больше всего и вдохновила на изучение энергии денег, потому что я, когда начала изучать в свое время разных богатых людей, я слышала от них постоянно это слово «банкротство», что все в своей жизни переживали какую-то крупную потерю денег, когда там их чуть ли не в тюрьму сажали, или когда просто происходил какой-то дефолт там, ну, в общем, множество всяких разных историй было, но эти люди возвращались всегда на денежную волну. И когда я сама пережила то же самое, мне все-таки стало интересно, но как же так, неужели просто дело в том, чтобы попасть на хорошую работу, или неужели дело в том, чтобы ты хороший бизнесмен и правильно настроил рекламу, ну, то есть, как бы, да, наверное, в этом тоже есть какая-то весомая штука, но есть что-то другое. Знаете, давайте, буду по порядку, а то я сейчас буду прыгать со всего. Давайте первое с вами обозначим, что деньги – это энергия. Прежде всего, деньги – это не бумажка. Но мы все с вами прекрасно понимаем, что если рассматривать деньги как бумажку или как монетку, то как бы не совсем понятно, как это рассматривать. И в детстве я всегда думала, ну, что в банке не сделать много этих бумажек, и всем людям не раздать, и пусть у всех будут деньги, и все будут счастливы. Какая разница, сколько бумаги порезать? Но почему у одних тогда этой бумаги, а уже сейчас мы с вами бумажными деньгами редко пользуемся, больше на виртуальных, да, почему к одним они идут, вот как будто бы липнут, вот все у них получается, а у других нет. Так вот, запомните, деньги – это энергия. Деньги – это энергия некого, ну, не некого, а в прямом роде изобилия. Деньги – это энергия радости. Согласитесь, что деньги приносят, ну, мы все думаем о них как об удовольствии. Вот если мы думаем о том, что мы хотим денег, то мы всегда представляем себе некое удовольствие. Мы представляем себе, куда мы эти деньги потратим, мы представляем, зачем нам так их много нужно, какие мы будем хорошие, как мы будем кому-то помогать, что мы там себе сможем купить, яхты, машины, пароходы и так далее. Думаем мы о том, что мы хотим иметь деньги, никогда не с точки страдания, да, мы никогда не думаем, господи, я так хочу иметь денег много, но это так страдания, нет. С позиции того, когда мы их хотим, мы думаем о них позитивно. Но в жизни мы с ними строим совсем другие отношения. Давайте на примере мальчика и девочки, чтобы вам было понятно. Вот вы, например, думаете, вот классно было бы, вот есть какой-то парень, ну, давайте так, я девушка, будет удобнее. Есть какой-то парень, который вам очень сильно нравится, и вы мечтаете о том, чтобы построить с этим парнем отношения. И вы представляете уже, какие дети у вас красивые будут, как вы будете вместе жить, путешествовать, вы же, может, себе картинками все обклеили. Но вот вы встречаетесь в реальной жизни с этим парнем и начинаете его пилить за что-то. Ты не так выглядишь, ты не то делаешь, ты, значит, там не те цветы мне даришь, не в тот ресторан меня водишь. И вот начинается ваша реальность. То есть вы расстаетесь, вы опять в своей голове думаете, ну, что ж такое, он же мне так нравится, я так хочу с ним строить отношения. Опять встретились и поссорились. Вот с деньгами у нас история приблизительно такая же. Мы говорим себе, я хочу много денег, но ведь для того, чтобы деньги приходили, это как напор воды, его нужно открыть, он должен быть пошире, да, то есть деньги изначально начинают идти тоненьким ручейком. Главное этот ручеек запустить. Но что мы делаем? Мы, например, устраиваемся на какую-то работу и думаем, сейчас вот устроюсь на работу и начну получать деньги. Нисколько не получал. Устроились на работу, начали получать деньги. И что начинаем делать, когда получили зарплату? Жаловаться. Мало денег. Мало платят, этих денег мне ни на что не хватает, я уже не знаю, какие дырки закрывать этими деньгами. И вы обижаетесь на то, что денег у вас мало. Поскольку деньги – это энергия, вы по отношению к деньгам начинаете вибрировать негативную эмоцию. То есть деньги к вам приходят, а вы им раздражаетесь. Давайте представим, что деньги – это ваши друзья. Ну, представим, образ денег, да, такой себе денежный человечек – это ваши друзья. И вот они к вам звонят, значит, там в дверь заходят домой, ваши друзья. А вы им говорите, блин, ну что же вас так мало, я ничего не могу себе с вами сделать. И вы начинаете на своих друзей наезжать. Как вы считаете, что будут делать ваши друзья? Будут ли они постоянно терпеть, если они чувствуют, давайте перейдем на уровень чувств, они чувствуют, что они вам неприятны. У нас с вами есть в голове такая интересная кнопочка, называется «Подсознание». Подсознательная программа наша. И наше подсознание, ну, я не буду сейчас экскурс проводить, посмотрите мои эфиры, если хотите узнать, что такое подсознание. Но у нашего подсознания есть такая опция охранника. Наше подсознание бережет нас от всего, что доставляет нам негатив. И когда, ну, вы говорите, ну как же, деньги же доставляют мне позитив, ну, мы с вами люди, у нас с вами привычка. Говорить одно – делать другое. А в данном случае говорить одно – чувствовать другое. Мы все денег хотим, но те, которые к нам приходят, нам их мало, поэтому мы расстраиваемся и не хотим. Каждое наше соприкосновение с деньгами, когда вы приходите, вам надо заплатить за квартиру или в ресторан, вы страдаете. Страдаете, потому что сейчас эти деньги нужно отдать. Их же и так мало. Помните, когда в вашей жизни начинается череда? Денег пришло недостаточно, а вы еще каблук испортили, юбку порвали, не дай бог попали в аварию, какой-то штраф надо заплатить. И вы говорите, ну, ёпсель, ну, денег и так не хватает ни на что, а у меня тут халепа за халепой. Зуб сломался, надо починить, значит, там сапоги порвались, надо новые покупать и так далее. Это как раз и есть показатель вот этой энергии. То есть вы по отношению к финансам, у вас есть страхи, вам все время не хватает, и вы по отношению к деньгам излучаете негатив. То есть вы их хотите, но излучаете негатив. А ваше подсознание, оно реагирует только на ваши эмоции, не на ваши слова. И оно говорит, ага, значит, деньги – это боль, это то, что доставляет моему хозяину страдания. Я буду делать все, чтобы деньги от тебя оттолкнуть. Я буду делать все, чтобы денег у тебя было меньше. Потому что, если кому-то тяжело контролировать свои, если, я думала, мои тяжело контролировать, хотела сказать уже вообще-то приятное. Тяжело, ну, знаете, пресс качать тоже вначале тяжело, я вам хочу сказать, потом становится легче. Вот, и получается, что мы с вами с одной стороны хотим друзей, с другой стороны, когда они к нам приходят, мы их выгоняем. Мы не то что выгоняем, мы их не выгоняем, мы их, типа, впускаем, но мы им приносим какую-то пропавшую колбасу, подаем им напитки в грязных стаканах. То есть мы делаем все для того, чтобы друзья ушли. Мы говорим, а что вы уходите? Что вам не нравится? Я же так вас рад встречать. То есть, понимаете, есть то, что мы думаем, ну, как бы то, что мы выдаем за действительность, а есть то, что мы с вами делаем. Так вот, я хочу, чтобы вы поняли очень первый важный момент, с которого надо начать. Начинается всегда все с проработки, если у вас проблемы с деньгами, они есть у 99,9% людей, начинается все с проработки ваших отношений. То есть до тех пор, пока вы условно со своими друзьями не поймете, не настроите, не выясните все проблемы, где вы накосячили, вы не сможете с ними ничего строить. Как это выглядит в жизни? В жизни у нас есть огромное количество всяких подсознательных программ, которые в нас работают. Что такое подсознательные программы? Это то, что когда-то давно в нашей жизни случилось, мы это не помним, но у нас родилось какое-то убеждение. Например, очень многие люди, вот недавно, буквально пару дней назад, в Ютубе у меня появился комментарий, что, конечно, вот вы там рассказываете что-то про деньги, про богатство, а вот те, кто родились в богатых семьях, вот что вы можете сказать? Вот они уже родились в богатых семьях, у них уже есть деньги, как с этим поспорить? Или кто-то говорит, а я заметил, тоже недавно был комментарий, я заметил, что все богатые люди, они снобы, с ними разговаривать, они все время унижают тебя. То есть вы должны понимать, что наша реальность, она вообще выглядит так, как мы ее себе представляем. То есть если вы себе, например, представляете, что все люди вас ненавидят, то вы будете все время в жизни, когда вы будете с кем-то контактировать, вы будете находить подтверждение этой своей мысли, потому что ваше поведение будет провоцировать и подбирать тех людей, с которыми у вас будут именно такие ситуации. То же самое касается денег. Если вы считаете, например, что все там богатые люди сволочи, вы будете изначально выстраивать с этими людьми такие отношения, что это будет обратка, будет на вас именно такая. Но это не самое плохое. Самое плохое – это то, что когда мы с вами излучаем негатив по отношению к деньгам, неважно, когда мы думаем о ком-то, ой, пошла там курица, сумка у нее дорогая, там вон четверку баксов валяется, луи витон в крошках круассана миндального, или там чё она на тачке этой сидит и ворнякает. Любой ваш негатив, который имеет отношение к финансовой стороне, другого человека, чего угодно, он создает вибрацию энергетическую. Так интересно, вот мы с вами что-то думаем, думаем, что когда мы думаем плохо о Маше, мы делаем плохо Маше, когда мы плохо думаем о чьих-то деньгах, мы у него эти деньги вытягиваем. Нет. Наша энергетика имеет удивительную опцию, она принадлежит только нам. Поэтому, когда мы думаем хорошо или плохо, о богатстве или о бедности, о своем или о чужом, все эти эмоции принадлежат исключительно нам. А мы с вами похожи на такую палку, помните, в этом было люди в черном, вот они стирали память. Мы с вами в этот момент похожи на палку. Когда мы что-то думаем, мы с вами зажигаемся, как бенгальский огонек, и излучаем ту вибрацию, вот о чем мы думаем. И если мы думаем о деньгах плохо, излучая эту вибрацию, мы моментально притягиваем к себе все, что сможем притянуть, негативное о том, о чем мы думаем. То есть мы притягиваем негатив очень легко в таком случае, понимаете? И когда мы думаем о деньгах плохо, наше подсознание нас от этого оберегает, и мы притягиваем к себе еще больше бедности, еще больше всего того, что, в общем-то, является нашей естественной величиной. Поэтому вы должны понять, что когда мы, такая вам фишка, когда вы видите богатых людей, дорогие машины, дорогие шмотки, кто-то кому-то подарил машину, приучитесь радоваться за других, как за себя. Это очень крутая штука. Она, конечно, дается нашим людям крайне сложно, но мои рерайтовцы все знают, что крайне выгодно, это как раз ответ на вопрос, нужно ли другим рассказывать. Мы привыкли, что нас сглазят, значит, что что-то нам плохое сделают, лучше никому не говорить. Нет. Это работает совсем наоборот. Чем больше мы рассказываем о себе крутого, хорошего и о своих успехах, тем больше успеха мы в свою жизнь притягиваем. Люди, которые завидуют нам в этот момент, они всего лишь притягивают в свою собственную жизнь негатив. А мы, когда распространяемся, говорим и радуемся, излучаем энергию успеха, вибрации богатства, как хотите, и притягиваем это в свою жизнь больше. Поэтому удивительно, как вы понимаете, наш разум, у него еще есть такая классная опция. Он не знает, то, о чем мы думаем, это реально или нереально. То есть нашему разуму, по сути, все равно представляете вы миллион воображений, или вы действительно держите его в руках. Он работает только на ощущениях. Это вам о теме визуализации. И когда вы представляете, то вы излучаете ровно такие же энергетические вибрации, как и тогда, когда вы держите эти деньги в руках. Именно поэтому так важно практиковать визуализацию, потому что вы представляете, перестраиваете себя как радиоприемник на волну богатства и изобилия. Поэтому важно, вы можете не только рассказывать о своих реальных успехах, но вы можете фантазировать. Нас все время говорили, не хвастайся, не придумывай. Придумывай и хвастайся. Только это не хвастовство. Ты знаешь, что ты повышаешь свою вибрацию до тех пор, пока я не верю, что деньги у меня могут быть, до тех пор, пока я говорю о том, что это со мной не может произойти, мне не могут платить, пока у меня работают эти программы, деньги ко мне не придут. И вот вы в реальной жизни как-то белка с лопатой стоите, значит, там и копаете себе что-то, очень пытаетесь заработать, а ваша голова говорит, ну куда ты копаешь? Ну все равно это невозможно. Тебе все равно больше не заплатят. Вспоминаешь, как мама говорила, у нас все семьи такие были, чернорабочие, и ты такой будешь. И невозможно честным путем заработать. И если у тебя есть деньги, то ты вор. У многих есть в детстве еще такие программы, например, когда там развелись родители, и, например, мама там на папу наезжала, что вот деньги его испортили, пока у него не было денег, он был нормальный, а когда у него деньги появились, значит, у него там появились женщины. И у ребенка на подсознательном уровне записывается, деньги плохо, деньги плохо. Ты вырастаешь, ты уже думаешь, деньги хорошо, а внутри тебя что-то стопорит. И это очень хорошо видно, когда мы начинаем заниматься бизнесом или развиваться в работе. Вот эти волны как раз и происходят. Бывает такое, что ты запрыгиваешь на волну, начинаешь много зарабатывать активно, а потом опа, и проваливаешься. Почему происходят эти провалы? Мои личные наблюдения. Провалы происходят именно тогда, когда количество негатива в жизни начинает зашкаливать. Как я уже вам неоднократно говорила, вот у нас организм, он целостный. У нас с вами не может жить рука без нас, например, или голова без нас. Типа тело умерло, а голова себе живет. Точно так же и мы с вами энергетически, у нас нет такого разделения зон. Любовь, работа, вот как колесо баланса, знаете, делится. Человек так не делится. Человек это целостное создание. Поэтому, когда у нас начинаются проблемы в каком-то секторе, в какой-то отрасли нашей жизни, например, проблемы с отношениями, вы начинаете страдать, уходите в негатив, часто говорят, вся жизнь начала разваливаться. Потому что ваша энергетическая вибрация, ваши мысли, ваше состояние, вы ушли в очень низкие вибрации. Вот вы ушли в страдания, в переживания. И дело даже не в том, что у вас нет времени на бизнес. Нет. Вы энергетически понизились и начали в свою жизнь притягивать негатив на всех уровнях. Оно и в работе полезло, и в здоровье полезло, и в том полезло. Именно поэтому так важно поддерживать общее энергетическое состояние и отслеживать его. Это то, что я называю осознанностью. Когда я не просто думаю, что мир сошел с ума, и на меня все проклятия порушились, и вот мой тяжелый крест, я его должен нести. И это страдания, и это просто год, какой там по гороскопу, надо почитать в четверг, в воскресенье, когда это закончится. Высокосный ретроградный Меркурий. Я не наезжаю на астрологию. Я уверена, что это тоже имеет место быть. Но тем не менее, если бы мы с вами все зависели только от знаков зодиака, астрологии, еще чего-то, то в принципе, тогда жить было бы неинтересно. Мы управляем своей реальностью. Да, у нас есть какие-то более легкие туннели, более сложные туннели, тем не менее, мы управляем постоянно. Но за счет того, что, как я говорю, мы с вами едем в машине жизни и не знаем, что мы едем, мы думаем, что мы не едем. Мы, как, знаете, сумасшедшие, когда-то был мой любимый выпуск, господи, забыла, как это называлось, пике, что-то, крутое пике, по-моему, на канале Интер. И там все время был такой, как его звали, летчик, такой, и он, значит, мы падаем, вот каждый выпуск там по минуте, где-то наверняка в интернете есть. Я сегодня найду, в сторис выложу. Все время там какая-то... Вот мы выглядим в своей жизни приблизительно так же, потому что всю свою реальность, которая у нас есть, каждое наше событие мы создали сами и продолжаем создавать, но мы этого не знаем. И именно потому, что мы этого не знаем, мы это делаем, ну, не понимаем. Знаете, мы как фокусник, которому дали шляпу, и из него все скачет, и он не понимает, бляха, как эта шляпа работает. Так вот я вам рассказываю, что именно контроль наших мыслей, хотя бы нашего, чтобы вам было понятнее сейчас, нашего внутреннего состояния, хорошее и плохое, дает нам возможность создавать те или иные события. И если вы находитесь постоянно в проблемах, в депрессии, все у вас плохо, и вы в жизни на все смотрите, как на проблему, не удивляйтесь, что ваши проблемы никогда не закончатся. Вот это очень и очень важно понять. Так, просто хочу, чтобы вы это осознавали. Можно в эфир? Вы со мной, Юль, хотите в эфир? Вам для этого, Юлечка, надо это сделать себе эфир и там выступить. Отдолжи денег. Значит, что касается отдолжи денег, отличная тема, давайте. Что касается долгов денег, поскольку деньги – это энергия, то по сути вы мне говорите, Варава, отдолжи мне свою энергию. Каждый раз, когда вы даете деньги в долг, вы даете человеку присоску от своей энергетики. Человек, который берет у вас деньги в долг, начинает питаться вашей энергией. Вы должны это понимать. Что происходит дальше? Вы отдали человеку, отдали денег человеку в долг и начинаете ждать, когда он вам эти деньги вернет. Что вы испытываете, когда вы просите человека вернуть деньги, а он их не возвращает? Чаще всего. Вы начинаете испытывать негатив. И этот негатив, догадайтесь, кому принадлежит, он принадлежит вам. Вы отдаете человеку свои деньги, свои силы и вибрируете негатив. Вы можете себе представить, какой вообще вред вы наносите. Значит, если вы, вас просят в долг, что вы должны сделать? Вы должны подумать о том, сколько и в принципе готовы ли вы этому человеку дать денег с учетом того, что он вам их не вернет. То есть подарить. Например, моя подруга говорит мне, Оль, мне нужны тысячи долларов. Я ей говорю, ты знаешь, я тебе тысячу долларов не дам, а 300 дам. Она говорит, я тебе верну, я говорю, давай так, вот вернешь, хорошо, не вернешь, мы не обсуждаем эту тему. В этом случае не рушится наша дружба. Я принимаю свое осознанное решение, что да, для меня этот человек важен и дорог, и я считаю, что в данной ситуации, которая у него сложилась, я могу ему дать эти деньги. Это единственная работа с долгами. И в других любых случаях вы портите отношения, и вы человеку начинаете отдавать энергию свою. Это очень и очень плохо влияет. На человека, у которого есть долги, это влияет тоже. Потому что у человека, у которого есть долги, постоянно точно так же происходит утечка энергии. Поэтому всяческим образом старайтесь избегать долгов. Это очень и очень важно знать. На самом деле, у меня по этому поводу есть огромное количество, чего вам рассказать. Я рассказываю об этом, чтобы вы понимали, 6 недель в денежном портале, 6 недель на тему денег разгребаем. Но тем не менее. Итак, давайте все-таки вернемся к тому, о чем я хотела еще поговорить, по поводу денег. Значит, первое, что вы должны еще раз понять, что главный вопрос, это ваша энергетическая пропускная способность вообще ваших отношений с деньгами. То есть, что вы думаете о деньгах, это то, что вы можете проработать прямо начиная с сегодняшнего дня. Что вы думаете о деньгах? Если вы думаете о своих деньгах плохо, знаете, как о друзьях, когда может быть искренняя дружба? Тогда, когда все точки над «и» расставлены. Вам нравятся друзья, вы их принимаете и так далее. Первое, нужно все вскопать, все свои негативные программы. Любая, даже маленькая программа о деньгах с точки зрения негатива будет все время зарывать ваши финансовые потоки. Это важно понимать, потому что я много раз видела талантливых людей, тружеников, которые работают, работают, а знаете, как из крана, по маленькой капельке, когда человек говорит, почему мне так тяжело достаются деньги. Потому что внутри есть огромное количество внутренних убеждений, из которых просто сложен кирпичный забор. и через который невозможно пробиться, пока вы их не закроете. Это то, что касается, вот то, что вы можете прямо сделать сейчас. Второй момент. Важно сложить свои новые отношения с деньгами и понять, что деньги – это в принципе, как энергия, находится в нашем мире в безлимитном количестве. То есть важно понимать, что ограничивающие барьеры с финансами стоят только в вашей голове. И обычно те люди, которые считают, что они могут заработать какую-то сумму денег и не больше, ровно столько и зарабатывают. И когда вы себе ставите барьер заработать первую тысячу долларов в месяц стабильно, и вы ее зарабатываете, очень многие на этом успокаиваются. Вторая ошибка, которая есть, это то, когда человек говорит, ах, надо много желать, но окей, и ставит такую сумму, в которую он не верит. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что для того, чтобы вы финансово росли, вы должны регулярно повышать свою планку, но на ту сумму, которая в вашей голове будет вмещаться. То есть если вы себе ставите зарабатывать миллион долларов, а сейчас не зарабатываете тысячу долларов, то как бы понятно, что для вашего подсознания это вообще никакая не задача. Ну, то есть оно в это не верит. Это абсолютно абсурдная вещь. Важно ставить себе реальную, конкретную финансовую цель. Ту, к которой вы в состоянии прийти. Важно понимать следующий момент, что деньги как бы соединены с вашим действием. То есть с одной стороны, в чем сложность заключается? С одной стороны, мы должны разблокировать свое подсознание и сознание в том числе, потому что сознательно вы очень часто говорите о деньгах опять-таки плохо. Вы говорите о том, что да мне всегда не хватает, да дорогие цены. Помните, что любая ваша негативная эмоция в сторону денег, господи, опять как дорого, опять подняли газ, опять сколько там стоит, значит, почему так мало платят, как это называется, пенсию. Вот эти все вещи, это все то, что еще раз и еще раз будет указывать вам на то, что у вас внутри огромное количество вот этих ваших внутренних блоков. Их нужно прочищать. Вот на денежном портале на нашем марафоне мы этим занимаемся практически все шесть недель, потому что это самая глобальная история. Нам такое количество всего насажали в нашу голову про все эти деньги, что я, честно говоря, сама очень долго отмывалась от каких-то своих убеждений, несмотря на то, что точно так же, как не заработать много денег, да, вот почему не заработать. Вот есть такое, что ты много не сможешь заработать, вот или быстро не заработать, или что деньги достаются только тяжелым трудом, что нужно очень много пахать. Я так думала, что для того, чтобы иметь деньги, нужно круглосуточно пахать. Вот. Деньги, да, они тяжело даются. Помните, как дети, родители нам говорили детям, ты знаешь, как достаются эти деньги, ты знаешь, а ты транжир, а ты их тратишь. Но деньги, есть такое понятие, как денежная дисциплина. И это очень важный тоже момент, с которым я сама лично работала, потому что кто-то задал вопрос по поводу транжирства. Деньги любят приумножаться и расти. И мы делаем достаточное количество практик, и, кстати, в жизни у меня есть и денежные магниты, и другие вещи, которые позволяют деньгам расти. Наши суммы должны всегда расти. И для того, чтобы у вас вообще по поводу денег ушел страх, одной из важных частей вашей финансовой жизненной программы должно быть и менее накопленной суммы денег, хотя бы в 200-300 тысяч долларов, которые бы были у вас в нале, рядом с вами. Когда у вас есть сумма денег, пусть и такая небольшая, а что такое 200-300 тысяч долларов, вы в России не купите никакую квартиру в Киеве-то, ну, какую-нибудь, может быть, не в России, в Москве, я имею в виду, то есть как бы сильно не разбежишься. Но когда у вас есть какой-то НЗ, так называемый, запас, ваше подсознание расслабляется, оно перестает стрессировать, потому что мы с вами живем в такое нестабильное время, особенно когда у вас появляются дети и так далее, и так далее. И мы все время переживаем, что если завтра меня уволят, если завтра случится что-то с моим бизнесом, мне нечего будет, значит, есть. И вот этот стресс, он подступает именно, естественно, в критические моменты, когда вот был там в прошлом году локдаун начался, да, люди позакрывались там, люди в шоке. Очень важно, чтобы ваше подсознание точно знало, что у него есть некий НЗ, который позволит ему прожить. Это не означает, что это такой НЗ, знаете, который позволит больше в жизни никогда не работать, нет. Это означает, что просто у тебя будет запасной баллон с кислородом, пока ты будешь решать вопрос с тем баллоном, который обычно у тебя работал. Вот, собственно, что происходит. Вот это важно понимать. Поэтому, если у вас есть возможность, начинаете, вот, например, в Украине есть монобанк, да, и там есть такая банка накопления, могу монобанк, кстати, рекламировать, надо подумать. Банка накопления, вы можете открывать банку и, например, установить в программе, что 10% от тех денег, которые к вам поступают, или которые вы там переводите, уходят в эту банку. И это будет ваша банка, например, там, НЗ. Но важный тоже фактор иметь деньги не только на карте, потому что у нас есть все равно некое недоверие к картам, а иметь деньги в нале, чтобы у вас был нал. Это очень и очень важно. Несколько слов по поводу, вижу, что тема вам интересна, вы пребываете, поэтому я хаотично сегодня рассказываю сразу много тем. Несколько тем по поводу кредитов. Кредитов старайтесь избегать так, насколько это возможно. Первое. Если вам что-то прям сильно нужно, вообще кредиты работают в единственном варианте нормально, это тогда, когда вы берете кредит, например, под развивающийся бизнес. И вы точно знаете, что те деньги, которые вы взяли, позволят вам, вы уже это знаете. Это не ваш первый бизнес, а у вас, например, есть какая-то там, ну давайте, рабочая какая-то точка с чем-то. И она у вас классно работает. И вы уже понимаете, что если вы сейчас откроете вторую точку, то вы будете зарабатывать. То есть это не ваш риск, это не ваши первые деньги. Вообще забудьте рисковать в бизнесе на первые деньги банковские, кредитные. Никогда этого не делайте. Только в этом случае, когда у вас есть четкие математические просчеты, можно обращаться к бизнес-кредитам и ток здоровым процентным ставкам. В противном случае не делайте этого никогда. Ищите все возможные способы, если вам нужны деньги на развитие, но не идите в кредиты. Что касается машин, в кредиты, квартир, в кредиты, на энергетическом уровне это огромная петля. Мы все время боимся, вдруг я не смогу платить этот кредит. Вдруг, то есть если у вас нету такого количества бизнесов, как есть у больших предпринимателей, которые работают на кредитах, это совершенно другая история. Просто поверьте мне. Если вы берете кредит и живете в стрессе, что вас завтра могут уволить, вы привлечете в свою жизнь и увольнение, и проблемы с этим банком, и все остальные финансы. Вот это то, чего делать нельзя. Рассрочка, другое дело. Сейчас, например, огромное количество магазинов в Киеве, в Украине с техникой дают рассрочки. Класс! Берешь, покупаешь что-то, ничего не переплачиваешь, только платишь каждый месяц, там, в течение какого-то времени, которое ты определил, небольшую сумму денег. Это можно. Но если вы берете что-то в кредит, вот у меня есть такие знакомые, которые брали новые телефоны, айфоны, сильно людям хотелось, и переплачивали в итоге на 100%. Для людей это абсолютная удавка, потому что они часто не понимают, какие процентные ставки они берут. Энергетически вы начинаете расстраиваться, вы начинаете переживать, ваша вибрация понижается, вы начинаете болеть, и у вас раскручивается целый, огромный вихрь негатива. Помните, что лучше вначале заработать, лучше вначале раскрутить свои финансы, а потом взять то, чему ты хочешь. Если ты постоянно являешься приверженцем того, чтобы иметь на то, что ты не зарабатываешь сейчас, и иметь это в кредит, за это на энергетическом уровне идет очень серьезная расплата. И если вы вспомните свой опыт жизненный, то вы поймете, что я вам не вру. Поэтому это тоже очень важно знать. Как насчет кредитной карты? Это тоже зло. Ну как бы прямого зла это не имеет, при условии, что вы можете, что вы знаете, что вы эти деньги зарабатываете, и можете закрыть задолженность. Вот у меня, например, бывают иногда такие моменты, когда я делаю какие-то крупные покупки, и я вылетаю на минус 100 тысяч гривен, это 4 тысячи долларов, у меня есть такой лимит на моей карте, на минус 100 тысяч гривен. Вот я пошла, что-то там решила купить, и вылетела на минус сотку. Я знаю, что эту сотку я в течение 2-3 дней закрою, поэтому я на нее смело вылетаю. Но когда у меня не было таких вещей, я закрывала себе кредитные карты, падать в минус запрещала, потому что иногда, упав на 10 тысяч гривен, я не могла долгое время оттуда вылезти. Это очень неприятный момент. Поэтому у вас может быть этот минус, при условии, что вы знаете, что вы легко его закрываете, и он вам просто помогает в какие-то периоды времени. У вас там неравномерные продажи, или в этом месяце вы запланировали какое-то что-то купить, и понимаете, что вам этих денег не хватит, которые у вас есть, но это для вас не проблема, потому что вы их легко перекроете. В этом случае можно пользоваться. В чем суть? Смотрите, суть не в том, что есть правило написанное, суть в энергии. Если я знаю, что я в течение 2-х дней эти деньги верну, я буду по этому поводу переживать, когда я трачу эти деньги? Нет. Но если я знаю, что я их не верну, у меня, ну, я не знаю свое финансовое состояние, да, что там у меня дальше будет, у меня начинается типанье, я начинаю переживать, я понижаюсь в своих вибрациях, потому что страх и стресс, это уже низкие вибрации, я начинаю волноваться, и тем самым мои бенгальские огни притягивают ко мне и еще какие-то приколы. Когда я думаю, господи, ну, чем я думала, ну, зачем я это делала, зачем я это покупала? Вот это важно знать. То есть, можно загадывать сумму денег каждый месяц, постепенно повышая планку, безусловно, но загадывать не как волшебницы, а загадывать с пониманием того, откуда я эти деньги возьму. Ну, давайте, к примеру, например, я зарабатываю 100 долларов в месяц, да, к примеру, и я знаю, что там за 100 долларов в месяц я там продаю два участия в марафоне Рерайтер жизни, ну, к примеру, и я думаю, блин, ну, я так хочу заработать в следующем месяце 200 долларов, что мне для этого надо сделать? Мне надо продать 4 участия в марафоне Рерайтер жизни. Окей, как я могу это сделать? Попробую-ка я сделать вот так. Я делаю, у меня получается, я зарабатываю 200 долларов в месяц, я думаю, так, супер, 200 заработала, а попробую-ка я 400. Для того, чтобы продать 400, что мне нужно сделать? Мне надо либо поднять цену и продать тоже 4, либо, то есть я себе математически должна понимать, откуда эти деньги я могу взять, для того, чтобы эту планку я могла каким-то образом повышать. В любом случае, часто бывает, что деньги приходят вообще с другой стороны, неожиданно, но тем не менее, какую-то траекторию в голове я должна создавать, иначе я превращаюсь в фокусника, который лежит и говорит, ну хочу, чтобы 10 тысяч долларов упало откуда-то. У нас должны быть каналы, нам важно налаживать, мы должны понимать, это вот как, я хочу мужчину, но не выхожу из дома, но тогда я могу разве что электрика, у меня может прорвать, замыкание произойти, стерто-стерто, и ко мне придет электрик, вот мой мужик, да, заказывали, а если я хочу себе какого-то классного мужчину, с ним отношения, значит, я должна понимать, что я еще должна и выходить куда-то, каким-то образом еще с этим мужчиной встретиться где-то, да, может быть, я с ним встречусь в лифте, теоретически, но рассчитывать на это, в лифте я могу встретиться и не с тем, рассчитывать на это нет, поэтому очень важно, чтобы мы делали, совершали еще какие-то определенные действия, да, а откуда, что к нам может зайти, это может зайти самым неожиданным образом, но действия никто никогда не отменял, я надеюсь, что вам понятно, так, как начать с нуля, когда денег нет в доме, ну, прежде всего, вообще понять, разобраться, почему их нет, да, чем, как вы их выгнали из дома, вот важно разобраться, как вы их выгнали, что у вас такое в доме происходит, что денег у вас нету, то есть наша задача изначально очиститься, я вчера приводила такой пример рерайтовсам, что представьте, ну, давайте на маленьком примере, представьте себе, что у вас чашка, и вы хотите ее наполнить водой чистой, и вы начинаете по ложке в нее вливать, но когда вы открываете чашку, вы видите, вот что она у вас там грязная, да, и вы должны понимать, что сколько бы вы воды не вливали, грязь надо почистить, особенно если есть там осадок, поэтому, когда вы начинаете работать с позитивом, не убрав негатив, у вас все равно вода грязная, понимаете, у вас там все равно мусор, поэтому важно изначально очистить мусор, а затем начать наливать туда уже правильные программы, то есть понять, надо работать, начать работать с денежными аффирмациями, у меня есть прекрасная денежная медитация, можно набрать любых других аффирмаций, начать выстраивать отношения правильные, смотрите, что такое вообще аффирмации правильные, да, вот у вас есть мужик ваш, И вы ему говорите утром, ну что ты так херово выглядишь? Ну что у тебя за пузо? Да что у тебя, блин, за трусы? Ну как ты разговариваешь? Ну что у тебя за улыбка дурная? Как вы считаете, какие у вас будут отношения с мужчиной? Он приходит, а вы ему говорите, ты что, пидор, еще и цветы мне не принес? Ну ты скотина, понимаете, да? А тут вы с утречка просыпаетесь и говорите, дорогой, я тебя так люблю. Ты самый лучший у меня мужчина. Ты такой у меня замечательный, какой у тебя красивый пресс. Какие у тебя большие плечи, какие у тебя нежные руки, милые. Я так люблю, когда ты меня обнимаешь. То же самое про деньги. Только в данном случае вы говорите, денег всегда не хватает, из-за этих денег одни проблемы, стерто-стерто. Никогда меня эти деньги не любили, стерто-стерто. Никогда я много не зарабатывал, стерто-стерто и так далее. А вы начинаете говорить, ох, я и деньги созданы друг для друга. Каждый день ко мне приходит все больше и больше денег. Идете, монеточку на улице нашли. Деньги приходят ко мне постоянно. Мои любимые в кошелечек их в красивый положили, пересчитали. Вот, как всегда, людям со стороны, которые слышат, говорят, бред, дебилы. И да, вы можете выбирать ваши отношения. Бред, дебилы, козлы, все равно ничего не изменится. Это ваша реальность. У вас всегда есть возможность создать свою реальность. И как вы выберете, так и будет. Я хочу, чтобы вы поняли такую простую вещь, с которой я начинала сегодняшнюю мысль об этом эфире. Я делала платежи ежедневные за тренировки, за детей. И думала, как мне нравится быть богатой. Богатство – это понятие очень относительно. Но я выращиваю и взращиваю свое сознание как очень богатое. Я подумала, как мне нравится, что я снова смело могу своим детям оплачивать их тренировки, лагеря, занятия в частной школе. Все. Покупать им красивую одежду. Деньги – это же такое удовольствие. Как здорово, что я могу приносить такую пользу другим людям, что они дают мне свои деньги, что они с удовольствием мне их отдают, что я нужна этим людям, что они готовы не только на словах хлопать мне в ладоши, сидя в зале, а и платить за это. Как кайфово, что я нашла то, что я могу делать полезное и крутое в этой жизни. Как здорово, что мне это нравится. Вообще, какой кайф, какой я счастливый человек, что мне никакие не нужны выходные, каникулы от моей работы, что мне никогда не хочется все послать к ебеневой матери. Как здорово, как круто, что у меня снова есть деньги. Я так обожаю эти деньги, я так обожаю эту свободу, я так люблю дарить людям подарки, я правда люблю. Я все время кому-то что-то покупаю. У меня какой-то такой, знаете, процесс неугомонный. Мне нравится что-то дарить, мне нравится угощать, мне нравится за кого-то платить. Самое отвратительное время было в моей жизни, когда я шла в кафе и молилась, чтобы за меня заплатили, за чай или за кофе, потому что я знала, что для меня сейчас эти 100 гривен имеют там какое-то значимое место в моей жизни. И это так прекрасно, когда ты спокойно что-то кому-то покупаешь, что-то хочешь подарить. У меня одна из целей, вы не поверите, когда я была в задницу, у меня одна из целей, которая меня грела, была идти и покупать подарок на день рождения, не исходя из бюджета минимального, знаете, как за хуйню купить что-то нормальное, а покупать то, что мне хочется подарить человеку. Да, конечно, я тоже определяю для себя бюджет, но это уже бюджет, за который можно что-то классное купить, а не бюджет, где ты пытаешься, знаете, из говна слепить пулю. И для меня все, что связано сейчас с деньгами, это удовольствие, удовольствие. Я принимаю любую вот, если я сейчас встречаю, кстати, раньше я не знала, что собирать монетки на улице или когда у тебя падает монетка, это правильно с точки зрения денег. Я думала, да нет, ну я же, что же я буду эти копейки подбирать. А сейчас я знаю, что это денежка, я же прошу денег, я же говорю, что я притягиваю, я привлекаю деньги, деньги, деньги меня любят, деньги ко мне каждый день приходят. Какая разница, пришла к вам одна гривна, одно евро, один рубль или миллион. Деньги – это энергия, я вас повторяю. А вы начинаете, значит, рассматривать там, да, типа, хорошие эти деньги или плохие. Они все хорошие, энергия, она вся хорошая. Приучите себя думать о деньгах круто. Разговаривайте с ними, проговаривайте, работайте над этим. Приходите в рерайтер жизни, потому что первым этапом все равно всегда идет разбор самого себя, понимание вообще принципа своих мыслей. Потому что, как я вам уже сказала, все мы взаимосвязаны. А те, кто сейчас находится на рерайтере, не пропустите денежный портал, потому что он проходит раз в полгода. Я чаще его не провожу. И, по-моему, если я не ошибаюсь, 26 мая у нас стартует новый поток. У меня немножечко есть такая дурня с датами. Я путаю часто даты и дни недели. Я уже даже боюсь это называть. Но эта информация в закрытом доступе, и она есть у всех, у кого она должна быть. Поэтому в боте обязательно смотрите и не пропустите, если вы вдруг как-то там провтыкали это действие. В общем, про деньги можно говорить очень много. Но я хочу, чтобы вы запомнили самое главное. Я хочу, чтобы вы запомнили, что все начинается с отношений. Между людьми, со здоровьем, со своим телом. Все начинается с отношений. И все, о чем вы думаете с ненавистью, в негативе, обвиняя, все это всегда будет у вас в меньшинстве. Вообще, избегайте. Избегайте любых негативных проявлений, потому что они отравляют вас. Учитесь контролировать любые свои эмоции, которые возникают при разных ситуациях. Отслеживайте это, начните замечать. Поверьте мне, я знаю, как это непросто. Я очень эмоциональный человек. Я не просто зажигалка в контексте того, что я зажигаю людей. Я вспыхиваю, как огонь в какой-то ситуации. Просто вы не представляете. Я легко могу засадить топор. Вот раньше я могла легко бросить топор. Со временем я учусь себя контролировать. И, конечно, уже за последние полтора года, когда я очень осознанно занимаюсь своими практиками, я стала сильно спокойнее, сильно спокойнее. И тем не менее, это не означает, что я не переживаю порой какие-то свои вспышки, которые вот как-то неожиданно из меня выпрыгивают. Но я всегда с этим работаю, потому что я знаю, что любая негативная история, которая выпрыгивает из меня, она на меня же и выпрыгивает. Я часто привожу такой пример фонтанчика. Знаете, слоник, который… Ну, слоник, давайте, поднимает хобот, и на него всё льётся. Вот такая же история у нас. Любые ваши негативные или позитивные эмоции по отношению к другим или к себе выливаются на вас же. Поэтому присоединяйтесь ко всему тому, что есть у людей. Радуйтесь всему, что у них есть. Представляете, как у вас это есть. Ну и, собственно, работайте над своей осознанностью. Это нарабатывается точно так же, как и мышцы на вашем теле. Конечно, сложно в это поверить, когда стоишь перед собой жирненький, живот висит, жопа висит. Я была жирненькая, я это прекрасно знаю. Сложно поверить, что у тебя могут появиться кубики, бицепсы, трицепсы, что у тебя может быть жопа красивая, и что в 37, а уже некоторым почти 38, через… сейчас май, два месяца мне осталось 37-летний ходить, вдруг появляется всё то, чего у тебя не было в 20. Тренировки – важнейшая штука. Поэтому, если вы хотите всем премудростям этим научиться, захаживайте ко мне на Рерайтер, и я вас всему научу. У нас новый поток Рерайтера стартует в июне, 1 июня. Уже через несколько дней у нас, о, боже мой, начнет продаваться пробная версия за 5 долларов в Рерайтер жизни. Сможете присоединиться и попробовать. В общем, в любом случае, я вам рекомендую знакомство со мной ближе. Если вы, кстати, не слушали мою книгу «Почему ваши желания не исполняются», она есть в аудио-версии, а есть в PDF-ке, вы можете мне в директ просто написать «Скачать книгу» или «Хочу книгу», и бот отправит вам книгу, послушайте. Там есть и курс бесплатный, там есть и книга, в общем, там много всего вам напаковано, все это в Телеграме будет, все это бесплатно, просто нужно отправить это сообщение, поэтому можете это сделать. Я вас благодарю за эфир, вы мне вот опять выглянуло солнце, подняли мой энергетический баланс, у меня еще есть время съездить в магазин. Вот, и я хочу вас попросить написать несколько слов в комментариях об этом эфире. Я вас очень прошу, энергия благодарности тоже очень крутая. Учитесь благодарить других людей, и вы будете привлекать в жизни то, за что вы благодарите и в свою жизнь. Тоже такой вам секрет рассказываю. Я сейчас стала очень благодарной, стараюсь благодарить за каждую покупку, за каждый подарок, за все, потому что знаю, что это делает и мне хорошо тоже. Поэтому я вас очень попрошу написать, можно меня не благодарить, а просто написать мне в качестве благодарности несколько слов об этом эфире, что вам было полезного в нем, если было, после того, когда я его опубликую. Спасибо всем огромное, жду вас на своих марафонах, классного вам дня и побольше денег. Любите деньги, они прекрасны и подарят вам много замечательных, не то что моментов, а вообще прекрасную, крутую, замечательную, щедрую жизнь.